Добрый день всем! Мы сейчас на стенде компании AirLight. Логотип с нами. Руслан Ганиев, Станислав Орехов. Сейчас мы пройдем и Руслан расскажет о новинках компании. Что сегодня есть? Да, да, с удовольствием. Идемте. Самый первый стенд, который у нас есть, это профильные системы Клус. На данный момент профильные системы Клус это, наверное, лучшие профильные системы в России, то что есть. Они очень функциональны и универсальны. Что это значит? Ну вот есть профильные системы под натяжной потолок. Может быть профильная система под натяжной потолок с черными экранами. То есть вы выпускаете уже готовые конструкции, да? Да, в которую затягивается потолок, да. И под каждую из возможных вариантов, да, есть уже готовые наборы, которые можно купить и условия по монтажу тоже. А, вот даже видео, да, есть? Да, 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 есть обучение специальное. Как кто-то монтирует. То есть покупаешь такую штуку, отдаешь, получается, монтажникам и получается, что они должны все смонтировать. Да, да. Единственное, что мы не продаем ткань. То есть ткань это уже поставляют другие компании. Линии света, которые можно делать под разным углом. Это где используют? Это можно делать в стены, переход на потолок. А как угол понять, какой может быть? Здесь будет, ну, как бы специальный крепеж. То есть там есть определенные углы, под определенными углами крепеж ставится. То есть нельзя сделать там на разные углы. Подвесная, да, система? Да, это система подвесная. Чем она знаменита? Ну, это можно делать очень мощный светильник, который вставляет 50 ватт на метр. То есть это будет светильник, который может с 6 метров полноценно освещать, применяется в автосалонах и так далее. Светильник, получается, он с матовым рассеивателем. Внутри находится светодиодная конструкция, то есть лента. Питание происходит вот за счет отдельной элемента, да? И подвесная система, которая регулируется, можно по высоте. Трос 2 метра. Также есть вот система, где нету элементов, ну, как бы провода. То есть система токопроводящая. То есть питание идет только по тросикам. То есть лучше не трогать? Можно трогать, это абсолютно безопасно. Также мы сделали систему, где можно гнуть профиля под разным углом, чтобы дизайнеры могли делать классные, клевые и индивидуальные композиции. А можно так восьмеркой и бесконечность? Практически, да. Мне кажется, вот такой светильник надо делать. Вот, видите, вот здесь на видео уже есть какие-то определенные решения. С чем это классно, что дизайнер придумывает свой светильник, индивидуальный, личный, и такого второго уже вряд ли кто-то найдет. Мне восьмерка такую тогда, отогнутая. Можно сделать. Отогнутая система профиля из встроенной системы переходит в подвесную и уже заходит на угол 90 градусов. Похоже на американские горки такие сюда. Вот можно сделать, создать любой светильник такого плана. Сколько стоит? Давайте по цене. Сколько такая штука? Какая стоимость вот этого профиля? За метр как она считается? За метр. Ну, примерно. Я не помню. Триста, четыреста, пятьсот. От трехсот до пятисот рублей. От трехсот рублей. Ну, профили, да, где-то от трехсот рублей, плюс экраны, где-то от, наверное, двухсот пятидесяти рублей. То есть, все вместе тысяча пятьсот где-то за метр, две. Ну, тысяча, да, тысяча пятьсот за метр где-то будет. Дизайнер глаз алмаз. Так, и здесь что? Здесь тоже получается различная комбинация. Чем они все отличаются? То есть, просто разные получается. Профиль один, но под него есть разные наборы экранов. Полукруглый, квадратный. То есть, профиль одинаковый, а экраны разные. И уже получаются из-за этого разные светильники как бы. А зачем они? Чтобы по-разному рассеивать свет? Да. Ну, то есть, кому-то... То есть, где-то такой вот угловой, да, получается? Где-то круглый. А зачем круглый нужно радиусный? Ну, это уже как бы, когда делают подсветку, иногда это под рабочую зону на кухню ставят такие системы. Либо какой-то светильник на потолок или на стену. Так, замечательно. Это что? Это тоже вот гнутые профили. А гнутые из чего они делаются? Из алюминия? Из алюминия, да. То есть, просто вы, как получается, сделали какую-то... На специальные машины, которые гнёт. Гнёт как надо. По специальными роликами и так далее. Вот классная штука. Скажите про неё. Это что такое у нас? Это у нас подсветка витрин, как мы так... Ну, то есть, это применяется в основном для подсветки витрин. А вот эта такая же встроенная? Такая же, только встроенная, да. И цвета, я вижу, есть там белые, темные. Да, да. Ступеньки? Ну, это в основном кинотеатры, либо улица. Дустая подсветка получается, да, и... Да, и прежде всего стоит антискользящая резина. Так, сейчас у нас вот есть вот такая новинка. Это тоненькие алюминиевые профили в виде трубки, в которые монтируем светодиодную ленту. Этот алюминиевый профиль 2 метра. Можно нарезать определённой длины и делать уже готовый индивидуальный светильник. Также всё это комплектуется только проводящими специальными подвесами. Новинка, да, ещё цена полностью не сформирована. Так, а это такие для... Это встроенные линии света либо с фланцем, либо под шпаклёвку. Ага, это тоже получается 4 ленты достаточно мощные. Да, да. И расстояние, вот вы говорили, да, что расстояние должно быть достаточно для того, чтобы не было расчёски видно. Да, чтобы не было расчёски, надо... Какой должно быть иточной точностью? Ну, в идеале 2 сантиметра. 2 сантиметра, да, вот здесь вот обеспечивается. 2 и больше, скажем так. Полтора пальца. Так, а вот это что такое? Это просто оно как конструкция элемента, да? Да, это можно, да, чтобы было удобно собирать. Ага, и, соответственно, можно... А вот такцевой тоже можно, да, какой-то найти и туда вставить? Можно и так, да. Ага, вот они, да? Да. И здесь у нас что показано? Это профили под шпаклёвку. Ага, то есть идёт уголок, да? Это прям уже готовый целый профиль, да. Он зашпаклёвывается полностью и получается линия света, в котором мы не видим самого алюминия. Да, очень здорово. И получается, мастерком здесь спокойно вообще подходят. Получается. Вот у нас представлено такой, скажем, максимальный набор профилей для на любой вкус, цвет, угол, изгиб, разворот. Ну, то есть вот со всеми кондукторами, крепежами и заглушками. Так, Руслан, как у вас можно это всё... Есть каталог, я так понимаю, да, достаточно объёмный? Да, да, каталог большой. Где можно посмотреть вот такую красоту, кроме как на выставке? На сайте и в шоурумах. Ага, то есть можно прийти в шоурумах, там эта инсталляция есть. Да, да, да. Отлично, он крестообразный. Я почему спрашиваю и говорю, то есть для нас... Давайте до завершения. Спасибо за экскурсию. Для нас, как для дизайнеров, очень важно именно, чтобы именно видеть вживую, как каждый элемент светит. Потому что по картинкам это одно, даже по видео мы сейчас смотрим, это одно. На самом деле надо смотреть, всегда трогать вживую и подойти, пощупать. Поэтому, если есть возможность, всегда ищите встречи. Обязательно приезжайте, приходите. Спасибо большое. Спасибо за инструкцию. Компания Орлайт. Пользуйтесь. Мы пользуемся, нас устраивает и подход, и качество, и цена. В общем, всё здорово, ребята, молодцы. Но мы с тобой ещё там не были, это тоже наш стенд. Только мы попрощались, но оказывается ещё не всё. Столько наименований и артикулов, что третий стенд, уже на третьем стене практически мы находимся. Но тема интересная, поэтому продолжаем экскурсию. Значит, здесь у нас представили новинки наших светильников, которых мы привезли. Вот вверху висят светильнички. Что за новинки? Это светодиодные светильники. Ну, как бы... Просто светильники. Просто светильники, да. Просто красивые, симпатичные, в стиле iPad, iPhone. Да, iPad, iPhone, да. Из такого же материала. Это что? Тоже светильники. Это для чего? Это светильник накладной. Как раньше было, жирафики такие, можно было раньше детские ручки делать. Вот он ещё, да. Так, это для чего используется? Ну, это для акцентного освещения, потому что он с узким углом. Ага, чтобы глаза не падали, да? Да, и вы когда его ставите, то есть вы можете выбрать под разным углом, разные направления, высветить какую-то определённую зону, дать акцент на что-нибудь. Симпатично так получается. Так, здесь что? Это то же самое, только круглое получается. Так, а это? А это линейное, да? Да, линейное. Ага, тоже прикольно. А, и цены указаны, что тоже хорошо. Кстати, чтобы сразу понимать. Светодиоды здесь все качественные. Я помню, да, что с BIN, с интерпередачей. Да, индекс светопередачи CRI-90. Да, вот это очень важно, потому что у кого глаза чувствительные к качеству света. Да, чтобы глаза не уставали, чтобы правильно видеть все оттенки, очень важен индекс светопередачи. Здесь у нас ландшафтное освещение, уличное. Вот представлены светильники. Мох. Прикольно. Так, и подсветочка, да? Да, все светильники сделаны корпус алюминий. Ну, кстати, классная штука. Эти светильники могут быть как настенные, так и столбики напольные. Значит, драйвера адаптированы под наши широты. Светильники работают в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50. Это тоже важно, потому что у нас страна большая, и если драйвер будет работать только при системе, ну, при минус 20, и мы поставим такой светильник в Салихарде, где 9 месяцев в году минус 50, мы просто, ну, он там не сможет работать. Трансформаторы, где у них тоже выводится куда-то отдельно, да, получается? Внутри в системе. А, внутри здесь же. И он на улице, да, если стоит работать? Так, это что такое? Это тоже фасад, да? Линзованное, чтобы красивый был эффект на современную фасаду. Да. Вот это даже, мне кажется, нам подойдет. Я думаю, вместо того, чтобы классически делать, можно вот так вот шикануть, две штучки поставить для освещения. Мы с вами потом договоримся. Так, что это? Это для уличного освещения столбы. Бывают разные по высоте. Самый высокий у нас сколько? 120. Снегом занесет, да? Ну, эти ниже, а есть по 120, то есть более высокие. Так, вот эти прикольные, эти линзы тут стоят. И у них, ну, в чем их отличие? То есть это только за счет, ну, как бы рисунка, да? Да. Да, да, да. Супер. Это светильники серии Food называются. То есть специальные светильники для подсветки определенных продуктов, скажем так. Применяются для ресторанов, хорика. Вот. Магазины. Потому что нельзя подсвечивать, например, мясо таким же светильником, как вы будете подсвечивать рыбу. Иначе мясо будет выглядеть не первым. Да, для проектирования, получается, хорики тоже надо узнать. Есть какие-то свои законы. И у вас должны получать здесь какие-то рекомендации, да? Да, да. Обязательно, конечно. Супер. Набор трансформаторов. Да, это здесь уже и дальше идут системы управления и питания. Значит, это все у нас трансформаторы. Они могут быть герметичные с 7-летней гарантией, например, открытые, пластиковый корпус, специальные плоские трансформаторы, максимально плоские, которые можно спрятать в нишу. Только у квартиры маленькие, да? Для малогабаритных. Здесь еще не представлен. Есть очень тонкий и длинный трансформатор и мощностью 150 ватт, который можно прямо в закарнизную нишу спрятать. Это уже система управления Дали, умный дом, скажем так. Это система управления, скажем, более простая для обычного нашего обывателя, которую человек может собрать сам. Для этого не нужно какие-то... Это как умный дом, только самостоятельно? Только самостоятельно, да. В чем особенностей, скажите? Здесь пульты-контроллеры, где вы программируете на один пульт, например, несколько контроллеров, управляете разными зонами, также можете управлять с телефона. Все программится очень просто, то есть никаких сложностей нет. То есть я покупаю, получается, нужные... Например, светодиодная линия, тут трансформатор, пульт и контроллер, да. То есть я могу из вот этих комбинаций составить некую для себя, которая мне подходит, систему, которая будет в зависимости от ленты, в зависимости от светильника переключаться, как мне нужно. То есть мне это самому надо придумать или вы можете посоветовать? Можем посоветовать. Мы помогаем иногда дизайнеру согласовать это с клиентом, потому что дизайнеру сложно, он не может... Да, вам нужно знать все, да, там и все про плитку, все про краску и еще про систему управления. То есть как бы зачем? Мы проводим трехстороннюю встречу, согласовываем это с вашим заказчиком, пожалуйста, подбираем ему все оборудование. Это еще дополнительно немножко по системе профилей. Что такое специальное полетение? Это профиль линза, экран линза. У нее угол от 10 до 90 градусов, можно выводить светодиоды под определенным углом, чтобы если нам профильную систему, когда нам нужно направить свет, например, под узким углом, узким углом 90 градусов. Так, а у меня вот мерцает, это вот как, это хорошо? Это, видимо, здесь Демир, Демир, он сейчас перестанет, перестала? А, да, 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 вот, кстати, наглядный эффект. Что вы сделали сейчас? Ну, яркость увеличила. А, увеличила. Да, просто когда на маленькой яркости, это не в качестве светодиодов, это немножко, ну, как бы, система контроля, она как бы, ежает. Все в полосочку красивые. Да, 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 да. Ну, то есть это нормально, да? Это не вредно? Когда мерцает на полной яркости, вот это вот, значит, плохие, плохого качества светодиоды. Когда на полной яркости не мерцает, это, значит, светодиоды хорошего качества. Магнитная система. Что это такое? Ой, ну вы про нее все же знаете, она уже есть и в Деналюс, и в Центр Свет. Кто-то не знает из наших зрителей, расскажите. Магнитная система, где светильники вставляются вот таким простым образом. Ага, а вот она пошла питаться. Да, и пошла питаться, и может двигаться, переворачиваться. Красота. Да, то есть вы можете собирать разные комбинации. Так, здесь светодиоды получаются, потом вставляем в шину. Просто вставляем, нам не надо никакие провода. А здесь на табличках как раз есть цены. Есть, да, где она? Да, вот таблички все. А вот две, это заметно, да, получается? Это уже готовый светильник. А, это светильник, а, вместе с лентой? Без шины. Без шины светильник. То есть покупаем отдельный светильник, да, любую картину. Отдельно шину, да. Отдельно шину, и дальше монтируем на свой вкус. Здесь у нас еще представлена профильная система с готовыми радиусами. Набор готовых радиусов, разных радиусов и разной длины, скажем, этих полурадиусов, с которых вы можете собирать всевозможные комбинации. Радиус, потом переход в прямую линию, потом переход со стены на потолок и так далее. Система очень гибкая, универсальная. А чем отличается от стандартных радиусов на вот этих вот? Там мы гнем индивидуально. Это дороже, получается? Это будет дороже, да. А эта система, она будет дешевле, потому что она уже состоит из готовых радиусов, уже согнутых. И ждать, наверное, не надо. И ждать не нужно, да. Она на слайде, да. Так, Руслан, у меня вопрос сейчас, да. Где заканчивается, где начинается работа дизайнера, и где уже вас стоит подключать? То есть, когда я делаю дизайн, вот на какой моменте мне выгодно уже придумать, допустим, какую-то идею, и когда уже к вам обращаться? Когда вас звать к клиенту? Ну, в первую очередь, конечно, на моменте, когда вы уже продумываете саму идею, вам желательно проконсультироваться, реализуемо ли это в принципе, вот. Для этого я, допустим, посмотрел это видео, да, уже знаю, какие есть ассортименты. Приезжаю, смотрю, допустим, у вас там в офисе, и уже могу с кем-то, с менеджером проконсультироваться. Показать свою идею, они скажут, насколько это реализуемо. Да, да, да. И уже помогут, как это правильно все подобрать. А рабочий проект уже после того, как мы проконсультировались, поняли, какие диммеры, драйвера тут уже делались? Да, 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 уже рабочий проект. Стоит ли дизайнеру, да, учить электрику? Дизайнеру электрику учить не стоит. Лучше на этапе, когда вы будете прокладывать электрику, приехать к нам и еще раз проконсультироваться, чтобы мы вам помогли правильно продумать, сколько каких проводов, куда надо проложить. Вот, потому что вы, да, потому что если вы зашили все и зашпаклевали, и заштукатурили, и вам не хватит одного провода, у вас вся система может из-за этого одного провода не заработать. Поэтому на моменте, когда мы прокладываем электрику, еще раз приезжаем, консультируемся. Ну, как бы, таких особых сложностей здесь нет. Так, Муслав, спасибо большое. Давайте в завершение, что пожелаете дизайнерам, начинающим, опытным? Крутых проектов, дерзких идей, и чтобы все, что вы задумывали, у вас воплощалось, а мы вам в этом поможем. Спасибо. Так, и еще один вопрос. В книге, да, где наша книга, посмотрим потом, подснимем. Значит, принимали участие, да, почему решили принять участие, почему посчитали, что необходима вообще эта история? Ну, немножко прокомментируйте. Книгой просто хотелось, чтобы дизайнеры и люди понимали, как правильно работать, ну, чтобы минимизировать ошибки, чтобы облегчить всем жизнь, скажем так, да, чтобы человек, прочитав эту книгу, он сразу будет понимать, какие подводные камни могут его ждать там в каких-то определенных моментах и вопросах. И чтобы это все минимизировать, вот, получилась такая книга. А вот и книгу подвезли. Красавица. Убегает, убегает. Вот, да, супер. Спасибо большое, да. Руслана и Орлайд, также Ледников, постоянно участвуют у нас в взаим-конференции. Мы уже видео записываем. Посмотрите обязательно другой ролик на нашем канале, где я рассказываю о технических деталях. Спасибо большое, да. Приходите на стенд, приходите в магазины. До связи.